добрый вечер коллеги надеюсь что меня слышно и видно все должно быть в порядке меня зовут алексей ежиков я сегодня буду рассказывать и даже немножко показывать о теме метафоры в терапии коучинг собственно сразу открываем карты которые мы не скрывали что этот вебинар он предваряет наш курс из пяти занятий семинар который будет проходить по вечерам еженедельно у нас будет пять занятий который будет посвящен более подробно этой теме использованию метафор собственно коучинг и психологическом консультировании психотерапии то есть здесь для нас не важна модальность которой вы работаете и там мы будем практиковаться сегодня скорее будет такая теоретическая основа и мы не успеем вдаться в те подробности в которые мы успеем вдаться на этом семинаре но расчет мы сегодня на то что как всегда в кпп мы делаем и открытые такие семинары полезными да то есть мой расчет на то что вы сегодня получите и какую-то значимую долю информации и поймете каким образом дальше развиваться в этом направлении если вы захотите это делать самостоятельно я возглавляю в а кпп секцию коучинга и мы с коллегами в общем развиваем достаточно активно выходят публикации в сборниках форума ассоциации который проходит в мае в санкт-петербурге за это время мы уже выложили в открытый доступ некоторый объем роликов по теме коучинга поэтому в общем если это вам интересно тоже присоединяйтесь наверное имеет смысл да еще так пару слов для тех со мной не знакомы рассказать о себе кроме того что возглавляю секцию коучинга в кпп я сам профессиональный когнитивно-поведенческий коуч и я коуч высших лиц в крупных компаниях работаю с руководителями в газпром нефти сибуре на лмк в общем в относительно крупных компаниях кроме этого я супервизор коучей по стандартам ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии проходил курсу дон судок и супервизор коучей по стандартам ассоциации русскоязычных коучей там у меня была своя подготовка соответственно я сам на руководящих позициях в частном бизнесе в нкоос 2006 года по настоящее время и когнитивно-поведенческой именно психотерапии как психолог я развивался 2018 года у меня есть небольшая практика в несколько сотен часов налета и как психолог консультант тема метафор меня интересовала еще до того как я начал заниматься коучинговой психотерапии потому что как вы увидите эта тема очень близко сопряжена с темами мышления немножко даже где-то нейрофизиологии очень тесно связано с тем как вообще устроено человеческое познание и мне эти темы всегда были интересны и часто задают вопрос неужели вот метафоры вот эти вот какие-то украшения речи какие-то вот эти вот цветастые фигуры имеют какое-то отношение к когнитивно-поведенческой терапии вообще и одна из моих целей на сегодня чтобы вы увидели что использование метафор имеет непосредственно прямое отношение к когнитивно-поведенческому подходу более того я это подкреплю еще и словами отца основателя нашего арана тимкина бека царствие на небесное перед тем как мы начнем собственно нашу сегодняшнюю работу у меня есть предложение к вам включиться и написать в чат или выйти прямо с микрофоном можно поднимать руку для первого человека можно не поднимать прямо сразу с голосом проявиться сюда что вы хотели бы сегодня получить чтобы вы хотели узнать на какие вопросы вы хотели бы получить ответы связанные с темой метафор в вашей профессиональной психологической или коучинговой практике вот пожалуйста давайте включайтесь обратной связи поделитесь что вам было бы интересно сегодня потому что кто поделится получит ответ на свои вопросы а кто не поделится ему придется узнавать вопрос ответы на вопросы других людей а вот спасибо мария уже начинает конкретные техники работы с метафоры поговорим об этом метафора качелей ольга мне нужно будет пояснение что такое метафора качелей механики и кейсы так все механики хотят как научиться их использовать и создавать необходимый момент для применения если кто-то хочет голосом высказать то пожалуйста тоже поднимайте руку выходите в эфир как лучше подбирать набирать арсенал алгоритм работы такое очень когнитивно-поведенческие вопросы для всех клиентов подходит эта техника мировоззренческого уровня юри спасибо это такая важная история можете продолжать тогда писать потому что уже понятен там некоторый список индивидуализация метафор супер юрий спасибо для вас для всех кто написал мы будем об этом сегодня говорить но вот юрий он как-то через экран почувствовался настроился с моим настроем и увидите опять же да почему я об этом говорю да вот вопрос метафор мировоззренческого уровня индивидуализация метафор почему это настолько важно мы этого сегодня обязательно коснемся практическое применение механизмы какие в целом бывают об этом мы тоже сегодня поговорим окей тогда предлагаю начать начать сначала в чат я тоже буду посматривать я не обещаю что я смогу быстро реагировать да особенно если у вас там будет какая-то своя дискуссия или переписка но в целом буду за ней смотреть так покивайте вот люди с камерами кто включен вины ли слайды вижу кишки отлично так сейчас еще себе чат включу литература до списка литературы будет такой базу сначала окей поехали извините но научный подход предполагает что мы сначала разберемся с истоками вообще потому что каждый из нас думает что знает что такое метафора я думаю что сегодня вы узнаете кое-какие нюансы и детали того что такое метафора и поэтому нам придется начать мы не будем начинать с древнего египта да давайте попроще начнем с древней греции но чтобы начать с древней греции я вам покажу вот такую картинку что сегодня в современной греции да там будучи в афинах или в каком-нибудь другом городе вы много где можете увидеть слово метафора вот она да на вот этой машинке и это слово означает просто автоперевозки да если у нас там грузовичков или газелькин то вот если на греческой машине написано метафора это означает что это перевоз там мебели грузов все такого то есть это явно на греческом языке да очевидно это означает какой-то перенос перенесение чего-то и в общем отвечая на вопрос чего же это перенесение мы переходим собственно к отцу вообще термина метафора сам 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 термин метафора предложил аристотель у нас вообще почти вся культура западная от аристотеля пошла и от платона до этих двух столпов вы можете прочитать определение аристотель только она непонятно я вам сейчас его поясню дело в том что аристотель и вообще древние греки считали что есть ну вот например слово собака обозначает собаку до слова моря обозначает вот на море вот это вот которое мокрое и сбрызгами слова солнце обозначает солнце и эти названия эти слова называются свойственным именем то есть как будто бы у слов есть их конкретная их конкретный адресат конкретное назначение до слова она конкретно указывает на тот предмет который она собой обозначает слово солнце указывает вот на то небесное светило которое сходит и заходит каждый день но уже из своего применения в лексике древние греки много пользовались тем же чем пользуемся и мы каждодневно да говорим не знаю там своей супруге или супругу называем человека солнышком мы вряд ли имеем ввиду что наш близкий человек является небесным светилом сходит и заходит то есть это явно не то слово которое ключевым смыслом указывает на этого человека да то есть это несвойственное имя и когда мы говорим про не знаю какого-нибудь крупного человека до ростом 2 метра и шириной касаясь сажен в и это не значит что этот человек является реально шкафом это говорит о том в терминах аристотеля что мы используем несвойственно этому человеку имя соответственно вот так это слово применяем и как аристотель так и впоследствии достаточно долго считалось что метафора это риторический прием это некая фигура речи потому что и греки аристотель заметили что метафора вызывает некоторые эмоции на то есть мы можем просто рационально называть человека крупным и высоким да и сильным но если мы скажем шкаф то это вот какие то какой то придает свой оттенок да какой то вкус к этому самому слову которое мы употребили и поэтому метафор рассматривалась как один из элементов риторического искусства до риторика была развита очень хорошо в древней греции и поэтому очень многие тропы да так называемые тропы это способы риторические приемы способы украшения речи да вот тропы они были исследованы уже греками довольно подробно и аристотель рассматривал саму метафору как инструмент риторического эстетического свойства и аристотель относился к искусству вообще ну и к искусству риторики в частности как к инструменту подражания реальности то есть вот то что аристотель назвал мемезис другие греки до него они называли по-другому в смысле они другое имели ввиду под этим словом там есть нюансы можете почитать книжки по философии и по эстетике да на разные мнения там платона аристотеля и там еще кого-нибудь что важно да аристотель считал что когда мы творим любое искусство это театр это собственно риторическое какое-то выступление это изобразительное искусство это скульптура мы тем самым подражаем реальности мы как бы берем какие-то предметы или события реальности пытаемся их каким-то образом отобразить то есть вот есть настоящая реальность и есть ее некая копия которая и является искусством да и происходит это имитации подражанием и в этом смысле понимание аристотелем метафоры было очень похоже на такую такой поворот в философии 20 века я это сейчас он пока как такую запятую даю потому что я еще буду к этому обращаться на других вебинарах что метафор это что-то вроде игры то есть мы берем какое-то нестандартное слово или имя и присоединяем его к другому человеку мы осознаем что этот человек не относится к роду шкафов но при этом это вызывает у нас некую эмоцию тоже что и в игре происходит и как раз зоопсихологи антропологи в середине 20 века я не помню с конрада лоренца возможно даже началось возможно вы читали книгу его агрессия если кто-то мечтал то крайне рекомендую он описывал что когда собаки играют друг с другом они указывают укус в игре то есть они прикусывают друг друга и очень интересно что это становится как будто бы первым игра становится неким первым способом формирования абстракции млекопитающего потому что когда собака прикусывает другую собаку она обозначает укус но это по факту не укус но этот не укус играет роль укуса поэтому внутри игры внутри вот этого игрового пространства это укус и при этом внутри этого игрового пространства этот не укус потому что это не прокусывает кожу да он не является не укусом то есть это очень интересная такая живая история про то что наша культура вообще игроцентрично и об этом можно очень много разговаривать мы сегодня не будем этой касаться этой темы но я очень хочу пробросить этот мостик метафоры как части игры потому что немножко мы это затронем в одном из наших семинаров в одном из занятий семинара когда будем обсуждать нарративы некие повествования что человек рассказывает о себе вы как терапевты коуча до психологи возможно сталкивались с тем что но есть даже направление до терапии которые связаны с нарративами с историями которые клиент сама себе рассказывает что вот эти истории они очень важны и в этих историях которые клиент рассказывает о себе об успею о своих успехах или о своих неудачах о своей беспомощности о своем страдании более или о том состоянии в которое человек хочет прийти в этих нарративах встречается очень много метафор и мы не всегда обращаем на это внимание и поэтому вот эта связь между метафорами нарративом и игрой потому что там очень много взаимосвязи она является важной на этом я дальше не буду останавливаться двинемся в сторону все-таки узко да в сторону метафор я хотел прочертить эту связь у нас дальше происходило все средневековье метафора рассматривалась исключительно как инструмент риторики инструмент украшения речи да как некий некий фигуре речи и метафора активно использовалась в искусстве до возрождения общем с искусством европе было не очень хорошо но начиная с возрождения переходя к 17 веку мы не берем там более ранее искусство итальянское да но мы уже точно видим так друзья мы как со звуком меня слышно покивайте пожалуйста кто да юрий нет только только у вас тогда если говорить про голландцев то это просто очень яркий пример что очень высоко развелось искусство аллегории вообще очевидно аллегорию продумали придумали древние греки если и римляне тоже в том числе если вы бывали когда-нибудь в петербурге в летнем саду там можно увидеть скульптуры если они все еще стоят там не знаю периодически закрывают периодически восстанавливают скульптуры аллегорий там есть аллегория ночи там есть аллегория охоты там ну и так далее это скульптура там женщины мужчины которые имеют в руках некие объекты да ну там какие-то там виноградную лозу или рядом сидит сова там какое-то покрывало со звездами и луной ну и так далее аллегория опять же рассматривалась всегда как один из видов метафор и собственно возрождение да это было возрождение к этой древней греческой и латинской культуре искусство аллегории в том числе изобразительная получила новый расцвет и вот здесь просто один из примеров чтобы понять что такое аллегория да аллегория это опять же греческое слово обозначает иносказание и аллегория обозначает некие абстрактные идеи через какие-то реальные объекты вот это строгое определение аллегории в данном случае сам автор давид бои изобразил себя и это основоположник такого жанра в искусстве натюрморта то есть вы наверняка знаете да что в голландии было очень развито искусство написание натюрмортов расцвело она именно там и в эрмитаже тоже можно посмотреть довольно много картины в москве скорее всего они тоже висят в музеях больших натюрморты были аллегоричны то есть цветы что-то изображали какие-то фрукты тоже носили какой-то смысл и вот здесь такой жанр аллегорического искусства натюрморта это жанр ванитас если вам будет интересно можете тоже погуглить ванитас такой специальный жанр натюрморта который призван отображать одну ключевую идею приходящий жизни ванитас это начало фразы из библии из экклезиаста если не память не изменяет по поводу суета суета всяческая суета вот что жизнь это суета суета всяческая суета и для того чтобы это отобразить здесь вы можете наблюдать аллегорические изображения да это увядающие пионы это череп человеческий который с одной стороны изображают конечной жизни а с другой стороны в этом искусстве он символизировал на черепа дама который в свою очередь является символом воскресения если вы посмотрите на православные католические кресты изображение распятия да вот если они достаточно подробные там с копиями и со всяким таким и там крест стоит на такой горочке и под горочкой крест череп это не абы какой череп это череп адама вот и он как раз отображает что после второго пришествия соответственно все получат воскресенье да и окажутся в раю и адам один из соответственно надежда на жизнь после соответственно второго пришествия также здесь есть ряд символов например вот дудочка такая видите у него за портретом который он держит в руках очень часто встречаются различные символы например музыкальные вот там висит еще на ввозде палитра для красок полу выпитый бокал вина или чего-то такого это все тоже обозначает какие-то удовольствия которые являются приходящими то есть которые закончатся и песочные часы до справа сам самый крайне правый край картины вы тоже можете видеть там песочные часы наполовину пересыпанные да в которых уже немного остается песка мыльные пузыри тоже как символ здесь мы видим громадное количество аллегорий которые намекают на то что помню о смерти до мемента море жанр ванитас был очень популярен если вы наберете ванитас в поиске в яндекс картинках вы увидите много разных подобных натюрмортов кисти разных голландцев это я собственно демонстрация того да что метафора она с нами была всегда она была она рассматривалась как некая изобразить некий способ изображать нечто скрытое и я сейчас не буду подробно останавливаться да но вот первая модель метафоры которая у нас была у человечества западного западной культуре это такая модель из риторики там было исследовано огромное разное количество троп они разделяются друг относительно друга и например ну есть разница между метафорой аллегории аналогии сравнением и метоними синегдохой я сейчас тоже не буду на этом подробно останавливаться мы об этом тоже отдельно поговорим на семинаре соответственно можно во первых мы будем по моему отдавать слайды если память не изменяет сегодняшней встречи поэтому там сможете еще раз прочитать или просто можете запомнить что это разные вещи и найти всякую разную литературу списке литературы кстати будет вот здесь видите ссылка на книжке теория метафор это сборник 90 года с некоторыми очень значимыми публикациями о теории метафор и там тоже в общем можно будет довольно много для себя полезного почерпнуть а вот пишут презентации уже доступны для скачивания поэтому видите прекрасно можно уже будет сразу вам это забрать поэтому не буду подробно останавливаться наверное на одном важном моменте здесь хочу остановиться это диафора эпифора об этом вообще очень мало кто знает кроме лингвистов профессиональных но это такая важная история структурного отношения к метафоре и это то что полезно помнить из риторической модели на что метафора это давайте вот к этому вернемся это выражение в переносном значении когда используется некий общий признак как пример да здесь спит земля что это означает что земля рассматривается как некое живое существо которое спит почему это происходит потому что если представить себе что это какая-нибудь поздняя осень мы видим какой-то такой вот темный чернозем уже с пожухлой травой которая похожа тоже на шерсть какого-то животного возможно и все безмолвно и и недвижно и воздух не колышется да и вот очень похоже на то как будто спит какое-то большое животное то есть мы здесь находим общий признак такого покоя да возможно какое-то общее общее сходство визуально и говорим что земля спит и в этот момент метафора начинает расцветать в некотором смысле потому что когда мы заметили что земля как будто спит то есть она как будто какое-то животное мы можем продолжить эту метафору развивать и сказать что если земля животное значит она может и проснуться она может например напасть она может противостоять она может не знаю забрать что-то ну то есть вот возникает целый пласт сразу возможностей когда мы сравнили землю живым существом в риторике различалось два типа метафор это диафора и эпифора очень важно что люди довольно давно стали подмечать что существуют такие метафоры которые мы уже метафорами не воспринимаем их они назвали эпифоры простой пример ручка который вы пишете почему ручка шариковая почему ручка она потому что вероятнее всего произошла от какого-то крепления на не знаю гусиное перо или еще на что-то ну то есть реально некая ручка которая держала какой-то стержень или письменный предмет до который непосредственно мог чертить линию а почему это этот держатель назывался ручкой по аналогии с другими держателями чего угодно которые мы называем ручками например ручка сковородки ручка двери не знаю там чего ручка чемодана а почему это все ручки потому что некоторые из них напоминают ну например если это что-то прямое длинное то в принципе это может напоминать руку человека понятно без пальцев да но тем не менее когда мы беремся за нее рукой и там каким-то образом мы двигаем это похоже может быть на рукопожатие да или на то что мы одной рукой отодвигаем какой как руку другого человека да и вот здесь произошло вот этот перенос по общему признаку но для нас слова ручка не является метафорой она эпифора ну то есть это вид метафора на такая стертая метафора привычная или другой пример тот же самый ножка стула почему ножка стулья у нас вообще появились не так то чтобы и давно наверное может быть только у стола были ножки раньше чем стула до этого были лавки да у лавок скорее всего не было ножек если мы берем наших предков в русской культуре ножка потому что предмет мебели начали сравнивать с ногой ребенка скорее всего и ножка в этом смысле ну или ножка вот и животного да то есть опять же это метафорическое сопоставление но при этом мы привыкли называть ножку стула ножкой стула или игольное ушко да если у иглы какие-то уши если у нее какие-то ноздри и прочие отверстия ну конечно нет но почему то вот мы стали называть ушком и здесь тоже важно обратить внимание что эпифоры они крайне культурозависимы то есть например у тех же англичан если я не путаю меня потом поправьте пожалуйста если найдете в википедии я ошибаюсь ушко иглы называется глазом i of a needle я могу это путать но вот чего-то у меня в голове такая история отложилась ну и в целом вот эти эпифоры они очень культурозависимы диафора это привычная нам резкой контрастная метафора ну там жизнь это сон да это как бы не особо стертая метафора она вызывает некоторые эмоции она вызывает некоторое движение мысли что а если жизнь сон то это значит что она иллюзорно или что она когда-нибудь закончится или что это еще может означать или когда мы говорим ну это скорее сравнение да не метафора но там глух как пень например это вот относится к сравнению не к метафоре с точки зрения лингвистического лингвистической науки но можем сегодня это тоже метафорой назвать для простоты глух как пень да тоже довольно яркая метафора она сравнивает человека и какой-то вот пенек и диафоры тоже не всегда точнее нет диафоры тоже всегда являются контекст или культурно зависимым я привожу да просто как топор спасибо да валерия можете кстати кидать в чат примеры метафор которые вам приходят в голову когда я рассказываете те или иные вещи то что диафора является культура центричный и вообще контекст точнее прошу прощения культурозависимый и контекстно зависимый у меня вот примеры жизни у меня есть дочка маленькой 4 будет зимой она этим летом порадовала наблюдением что облака они как сыр если вы как-то начнете в это вдумываться да какой вы себе представляете сыр ну вот когда вы услышали бы от ребенка облака как сыр ну первая мысль да это что-то но вот этот твердый сыр там пашихонский или там не знаю кончить царский с дырками да странно почему облака как сыр в ниже вроде дырок нет и сыр как-то он желтый больше продорблю пишут ларчик открывается просто тот сыр который она предпочитает в принципе ест это творожный сыр который намазывается на хлеб и когда вам так бегло небрежно намазан на хлеб он действительно вот если посмотреть на него вот как бы с фасада да он похож на даже по очертаниям вот на вот этот вот край края облаков он такого же белого цвета и это собственно говорит о том что мы не не получаем метафоры от наших там родителей или из культуры это яркий пример того что мы порождаем метафора на самом деле и вот это я вам все рассказываю неспроста да что даже маленькие дети они и мы с вами когда были маленькими детьми мы уже начали сами формировать свое метафорическое мышление то есть однажды мы поняли как что наши родители говорят что что-то как что-то и в этот момент у нас возник просто громадный скачок в мышлении потому что мы начали сравнивать между собой разные вещи по признакам и начали формировать такие метафоры сначала это просто выделение то есть понятно что это это метафора не получила развития дальше да дочка все-таки еще маленькая это было нетривиальное сравнение по сходному признаку но когда она будет становиться старше она будет еще и начинать сравнивать какие-то другие признаки да и брать какие-то признаки сыра которые не свойственны облакам и дальше эти метафоры развивать но это пока первый шаг и тем не менее это важный шаг развития мышления и собственно от риторической модели к новой модели которая называется когнитивные сейчас мы о ней поговорим мы перешли не так уж ну как если можно говорить сравнительно поздно и первый шаг в этом переходе был сделан собственно лингвистами и логиками и философами кроме готлаба фреги можно еще упомянуть фердинанда де сосюра еще ряд фамилий готлаб фреги это такой немецкий или австрийский я боюсь тоже перепутать сейчас можете в википедии найти человек который одновременно внес вклад в такие разные вещи как математическая логика там исчисление предикатов я сам заканчивал математико-механический факультет и в общем мы эту фамилию встречали в наших студиях студенческих конкретно в курсе логики он же сделал очень весомый вклад вообще в лингвистику и в теорию познания даже если можно так сказать потому что и философские работы у него тоже были и было много и готлаб фреги был одним из первых это там стало происходить ну как это всегда бывает да какие-то качественные идеи хорошие начинают одновременно приходить нескольким людям в разных местах земного шара как с радио и электричеством лампочкой да вот то же самое было и с этим треугольником но так или иначе в общем о чем вот эта картинка которую видите перед собой о том что если аристотель считал что есть некие забыл слова которым употребили в общем некие естественные имена да из те которые вот собака которые указывают на собаку это значит некое правильное слово правильное использование слова да когда мы человека называем шкафом то это какое-то другое использование аристотель считал что в слове скрыт его смысл и так продолжалось до конца 19 века когда заметили что на самом деле смысл слова и сам предмет это три вещи которые связываются между собой путем научения путем приобретения человеком опыта то есть что есть реальный предмет физически да там стул вот конкретный вот на котором сейчас многие из вас скорее всего я надеюсь сидят на стульях и вот каждый из этих стульев это стул но если мы вот сейчас все поднимем в камеры каждый свой стул мы увидим что у нас будет там 50 разных стульев чате но все они называются одним и тем же словом вот да сергей правильно задаете вопрос знак это слово в том числе то есть слово конкретный вот набор звуков или символов которые указывают на стул в том числе написано кириллице слово стул также английское слово стул или там чир если мы говорим про кресло да они тоже указывают нас на какой-то конкретный предмет и мы видим что слово является произвольным вообще то то есть если мы скажем все вместе с вами договоримся называть стул какой-нибудь шляпой то тогда мы будем говорить шляпа и понимать что мы перед перед собой видим стул но при этом у каждого из нас в голове еще есть некий смысл есть семантическое поле говоря языком когнитивной модели у нас есть когницы которые описывают что такое стул то есть само слово набор звуков или набор символов которые мы можем прочитать или услышать это не смысл сам по себе этот набор звуков связан с когнитивными с когнитивным полем некоторым внутри нашего сознания то есть когниция если вы об этом задумаетесь это не конкретная формулировка потому что в когнитивно-поведенческой модели да мы привыкли говорить о том что когница это ну вот например там автомысль какая-нибудь да там сейчас мне сейчас я начну плохо себя чувствовать но по факту же мы знаем что автоматическая мысль у человека не в голове не бежит бегущей строкой да автоматические мысли часто свернуты и что это значит что они свернуты это означает что у человека нет речевого воспроизведения автоматической мысли но возникает некая вот она собственно называть словом когниция и это когниция она имеет невербальный характер она имеет вербальное выражение то есть она может быть означено знаком и знак выражает этот смысл или можете назвать это когницией и знак свою очередь обозначает или указывает на какой-то конкретный предмет если мы увидим например стул два человека которые оказались в одном помещении могут не распознать один может распознать в стуле стул а другой вы не распознать но не знаю какой-нибудь знаете если дизайнерский стул больше похоже на какую-нибудь не знаю не знаю на что на какую-нибудь инсталляцию да один человек может сказать что это стул а другой точнее подумать что это стул другой может стул в этом не обнаружить то есть наша связь знаков смыслов и предметов в окружающем мире она нарабатывается или формируется и что обнаружили собственно после этого произошел такой антропоцентричный или даже скорее социо центричный разворот да мы же начали понимать что слова мы осваиваем с детства общаясь со своими родителями или близкими людьми или в детском саду или там в деревне в школе как угодно то есть нам что-то повторяют показывают пальцем на картинку собачки говорят аф-аф потом показывают значит на настоящую собачку на улице когда мы гуляем с родителями говорят это аф-аф потом значит не знаю еще на игрушку собаки показывают и говорят это аф-аф и мы научаемся точнее мы позволяем структуре нашего мышления тому как она устроена эволюционно перейти к обобщения то есть мы обнаруживаем ряд сходных черт и у нас происходит обобщение формирование когниции собак или смысла собака и ребенок очень рано еще в доречевой фазе да если у вас есть дети то это знаете они уже можно показать ребенку картинку зайца которую никогда не видел до этого и ребенок поймет что это заяц да если показать ребенку картинку собаки которую он саму картинку до этого не видел да он все скажет что это аф-аф или он видел на улице только корги там шпицев и прочих чихуахуа и тут он значит видит сенбернара на улице ребенок все равно скажет что это аф-аф несмотря на то что она разительно отличается от своих собратьев и вот значит оказывается что мы учимся мы проходим через много этапов повторения что рядом с нами звук там собака или аф-аф или еще что-то связывается с нашими зрительными ощущениями с нашими тактильными ощущениями если мы собак щупалим в детстве да с тем как они пахнут с тем как они гавкают то есть со звуковыми впечатлениями и все это увязывается в такой довольно с одной стороны богатый и с другой стороны довольно абстрагированный образ собаки да и вот это становится когницией то есть у нас этот образ из неких абстрактных признаков мы его можем использовать для того чтобы означать какой другой животный и в целом наверное можем спутать собакой какую-нибудь сумчатую собаку из австралии да мы скажем это собака потом окажешься не собака совсем какой-то совсем какое-то другое животное так коллеги пожалуйста отключайте микрофон и так вот так и вот осознавая осознавая это там появлялись разные лингвистические теории на которых мы тоже с вами сейчас останавливаться не будем но амхомский универсальная грамматика очень много было в лингвистике сделано в середине века но только концу двадцатого века в в девяностом году вышла знаковая книга и это такая зы бук да та самая книга которую если бы вам нужно было одну книгу вынести в списке литературы сегодня то это она если вы не читали то пожалуйста обязательно прочитайте лаков и johnson метафоры которыми мы живем потому что любая литература по метафорам в когнитивно поведенческой терапии или в других направлениях терапии третьей волны ссылается на лаков и johnson они сказали о том что на самом деле у нас кроме метафор вообще практически ничего нет в нашем мышлении не существует других способов создания новых смыслов кроме метафор ну на самом деле там чуть более сложная история да у нас там есть абстрагирование обобщение отбрасывание признаков но в целом это все части метафорического мышления почему так происходит потому что мы в непосредственном опыте можем воспринять только то что мы воспринимаем органами чувств мы мы учимся воспринимать и означать называть словами цвета это первая такая абстракция да что сначала мы увидели мячик белый тоже у кого есть дети помните как как происходит изучение цветов детьми они сначала изучают самые контрастные цвета белый и черный синий красный зеленый желтый потом значит все более мы сложные оттенки начинают запоминать и саму концепцию свет цвета они схватывают не сразу это в общем там некий скачок развития который происходит где-то там по моему между двумя и тремя годами плюс-минус или нет или чуть раньше но зависит и возникает вопрос как мы можем формировать смысла если у нас нет никаких других способов кроме восприятия объектов в непосредственном контакте с ними как вообще мы можем формировать новые смыслы если единственный способ который у нас есть это либо самим что-то увидеть пощупать понюхать попробовать на язык либо когда родители там или кто-то нам на что-то указывал да рисует букву и говорят вот это значит буква мы такие узнаем что есть такая вот вещь как буква или книга да какой-то предмет сотворенный руками лакфорд джонсон сказали о том что у нас есть две ключевых два ключевых инструмента в том как мы вообще мыслях первый это когда мы одни вещи точнее прошу прощения даже не вещи некие объекты окружающего мира в том числе абстрактные понятия обозначаем через другие объекты например ребенок в живом контакте с миром в какой-то момент осознает как работает коробка это тоже очень интересно наблюдать как ребенок там сначала он там до года не понимает по что такое коробка ну то есть для ребенка коробка это куб то есть как бы нет понимания что внутри есть полость а потом внезапно там осуществляется великое открытие что туда можно положить какой-то предмет и его перестанет быть видно да он в него вмещается то есть очень многое в этом становится для ребенка большим открытием и что происходит после этого после этого ребенок может сопоставлять какие-то другие вещи с коробками то есть сначала ребенок вообще пытается что-то класть в разные места запихивать какие-то мячики или игрушки в ящики мебели под кровать которую тоже можно считать большим ящиком то есть там происходит этот процесс и дальше мы развиваясь в нашем мышлении развивая собственно речь увеличивая словарный запас начинаем какие-то вещи тоже сравнивать с теми объектами которые мы непосредственно воспринимали из опыта что это за объекты это например мы понимаем что такое вещество мы понимаем что такое твердое мы понимаем что такое мокрая текучие вода до в частности мы понимаем что такое коробка это все мы понимаем из непосредственного опыта и вот у нас возникает и мы забираем из культуры хорошо понимая их метафоры например что у меня это все в голову не влезает это очевидная метафора где голова эта коробка или что у меня голова пухнет от всего того что я пытаюсь не засунуть это тоже метафора головы как колок коробки хотя по факту она никакой коробкой не является хотя мы даже в медицине используем термин до черепная коробка и почти все абстрактные понятия формируются именно таким образом то есть у нас практически нет понятий которые не были не были бы метафорически соотнесены напрямую или через нес ну через некую цепочку метафор с какими-то предметами которые мы имеем в опыте очень хороший пример сейчас юрий тоже написал картина мира у меня есть картина мира это метафора у меня нет никакой картины у меня есть какой-то набор вспоминаем аром нашего бека когнитивных бихевиоральных эффективных и мотивационных компонент которые по генеративной модели до являются такой системой обработки информации для общем эффективного взаимодействия с реальностью и при этом эта система является динамич динамически меняющийся в зависимости от приобретения человеком опыт никакой картины у меня вот здесь который бы изображал картину мира да не висит очевидно метафора картина то что мы видели с детства и вот лаков и джонсон сказали о том что метафоры вообще существует двух типов всего и вообще все новые смыслы мы можем создавать только этими двумя типами метафор первое это антологические метафоры это когда мы говорим что-то есть что-то очень подробно они разбирают в книге британский такой культурный код спор как война именно не спор как война да что спор это война потому что на английском языке все что касается спором и в русском языке это тоже похоже оно озвучивается в терминах противостояния то есть соперник атаковать атаковать аргументами положить на обе лопатки да там война или борьба победить в споре то есть ну вот все вся эта терминология на самом деле метафорически переносится с термина борьбы хотя по факту два человека стоят друг напротив друга и разговаривают тихо громко неважно да никакой борьбы по факту не происходит происходит обмен информации но мы говорим о том что спор это борьба это метафора физической борьбы есть второй тип метафор это ориентационные метафоры и вот здесь мы переходим в очень интересное поле того что метафоры вообще говоря являются телесно обусловленным то есть мы в принципе сейчас уже довольно хорошо понимаем да что наше мышление познание не просто зависит от нашего тела оно производится в том числе и через тело потому что наш когнитивный уровень непосредственно связан с эмоциональным здравствуй когнитивно-поведенческая модель а эмоциональная сфера связана с телесной и вообще говоря мир мы воспринимаем посредством нашего тела и человек который стремится занимать меньше места в пространстве может меньше есть этим самым чисто психологически до менять свое свой свой физический размер и очень яркий пример ориентационные метафоры это то что у нас громадное количество понятий когда вы начнете за этим наблюдать и если вы об этом не думали вы поразитесь тому насколько много метафор связаны с ориентации в пространстве с верхом низом далеко близко налево направо еще тоже ну еще несколько вверх и низ вверх и низ являются сильнейшими метафорами почему-то все хорошее мы относим к верху все плохое мы относим к низу все рациональное мы относим к верху все иррациональное хаотическое мы относим к низу все там божественное мы относим к верху дьявольское относим к низу власть это то что располагается наверху поданные, да, опять же, это те, кто находится, или там граждане, те, кто находится внизу, начальство наверху, подчиненные внизу, и это пронизывает весь язык, потому что эти социальные взаимоотношения, да, если мы о ней говорим, вот все, что связано с социальными взаимоотношениями, это абстракция, очевидно, это некие договоренности, эта абстракция соотносится с нашей возможностью ориентации в пространстве. То есть мы осмысляем наши социальные отношения через состояние наших тел и через наши способности к ориентации с использованием тех органов чувств, которые у нас есть. Насчет трехмерной системы координат, ну, они точно относятся, ну, да, да, ответ – да. Ориентационные метафоры в этом смысле сводятся. То есть вот даже метафоры времени, да, позже или раньше, они тоже сопоставляются с ближе-дальше. То есть для нас позже – это дальше, а раньше – это ближе. То есть мы к времени скорее относимся метафорически, перенося на концепт времени, а время – это концепция, да, мы на самом деле не… у нас нет внутри часов, которые бы могли время замерять. Время – это тоже абстракция. И мы на измерение этой абстракции, на взаимодействие с этой абстракцией переносим термины, точнее, не термины, прошу прощения, ориентационные наши способности, да. Ближе – дальше, выше – ниже, левее – правее, больше – меньше. И там еще парочка, типа, что очень, например, это еще больше, чем больше. Ну вот там еще есть пара примеров. Короче, Лакафа Джонсона, я вас туда отошлю. Сейчас не будем подробно в это вдаваться. Итого, Джонсон говорят о том, что вообще весь наш внутренний мир строится на метафорах с детства. Причем метафоры – это не то, чему мы прямо учимся, это часть нашего мышления. Она неразрывно связана с освоением речи и, собственно, мышления, в том числе связана с развитием префронтальной коры головного мозга и так далее. И что метафора является основой для построения смыслов, когда человек развивается, растет и осмысляет свой полученный опыт. Соответственно, большинство метафор имеют телесно-непосредственный опыт в своей базе. И Лаков как раз он был тем, кто разделил метафорическое выражение, если мы говорим, что она как цветочек, это метафорическое выражение, как фигура речи. А есть концептуальная метафора. И вот концептуальная метафора – это не фигура речи, а это сравнение или метафорическое сравнение, как активный процесс, который является процессом когнитивной реструктуризации, нашими словами. Зачем читать? Пожалуйста, обязательно читайте, потому что тут вопрос в чате, зачем читать Лаков, если суть его уже рассказали. Категорически рекомендую знакомиться с первоисточниками не по пересказам, а по, собственно, первоисточникам. Тем более, что они переведены на русский язык. Иначе получается, что вам, Рабинович, напел коруза, как в старом советском анекдоте, а еще вопрос, что вы из этого запомнили или осознали, всегда первоисточники лучше, поэтому мы на них ссылаемся всегда. Мы не просто рассказываем про какие-то свои теории, мы ссылаемся на первоисточники. Что мы сегодня знаем о структуре метафоры, вообще в теории метафор, которая сегодня применена, точнее, которая сегодня существует в рамках вот этой когнитивно-антропотелесной модели. Мы рассматриваем метафору как то, что состоит из… То есть это, во-первых, еще раз давайте проговорим. Метафора – это феномен мышления. То есть метафора – это не какая-то фраза, метафора – это не какая-то фигура речи, это метафорическое выражение. Но метафора – это процесс когнитивной переработки информации и опыта. То есть метафора – это прям конкретный способ мысленного взаимодействия с реальностью. И здесь мы как-то нам уже начинает казаться, я надеюсь, что большинство участников уже начинает казаться, что метафора и когнитивно-поведенческая терапия – это две, не знаю, не то что сестры, а это, в общем, две вещи, одна без которой когнитивно-поведенческая терапия, она не работает вообще почти ни с чем, кроме метафор. Потому что когда к вам пришел ваш клиент, и он говорит о том, что он чувствует себя как белка в колесе или как птица, запертая в клетке, что на него, что как будто на плечи ему что-то давит, что он как будто на каторге на той работе, где он находится, или что отношение с супругой – это постоянная война, вы сразу видите, что человек вам рассказывает не какие-то конкретные события, и он излагает метафоры. И в этот момент у вас, как у терапевта или у коуча, у психолога есть два направления. Во-первых, вы можете эту метафору использовать. Сейчас мы поговорим об этом, потому что какую метафору использует клиент – это крайне важно. Это говорит вам о том, на какие аспекты ситуации, которые сейчас происходят, он обращает свое внимание, и каким он образом это не просто вербализует, а именно концептуализирует. Наша же задача с вами, если мы говорим про терапию, это внятная концептуализация, которая построена для достижения терапевтической цели или для решения стратегических целей терапии. И метафоры в этом смысле могут давать нам очень много информации, и более того, на них еще можно опираться. Так вот, для того, чтобы мы умели это делать, мы рассматриваем, как устроена метафора с точки зрения ее структуры. И метафора содержит следующие вещи. У нее всегда есть то, что называется цель и источник метафоры. Эти две вещи часто путают. Вот сейчас, я надеюсь, с третьего раза, мне придется это раза три повторить, вы путаться не будете. Цель метафоры – это то, что уподобляют, а источник метафоры – это то, чему уподобляют. Например, жизнь – это сон, жизнь – это цель метафоры, а источник – это сон. Сон – это источник метафоры. Если мы говорим, что она как цветочек, она – это цель метафоры, цветочек – это источник метафоры. Если мы говорим, что моя жизнь похожа на каторгу, то моя жизнь – это цель метафоры, каторга – это источник метафоры. То есть берется некий концепт, который значимо отличается от той темы обсуждения, которые я веду или от того объекта, который я рассматриваю, моя жизнь. И я беру какой-то отдельный концепт, каторга. У этой каторги есть какие-то свойства. То есть каторга – это то, откуда ты не можешь уйти, это то, где тебя заставляют работать, это то, где ты бесправен, это то, где у тебя нет твоего собственного права на свое мнение, где ты не можешь отказаться. У этого всего есть некие признаки. Вот эти признаки называются аспектами. И, собственно, есть те признаки, те аспекты, цели метафоры и источника метафоры, которые порождают это первичное сходство. То есть в чем сходство между моей жизнью и каторгой, из-за чего я начинаю эту метафору применять? Из-за того, что я себя чувствую подавленно и чувствую, как будто я занимаюсь чем-то, что я сам делать не хочу. Вот это признак, это аспект, который объединяет цели и источник. И по этому аспекту из источника на цель начинают переноситься другие аспекты. Например, как раз охранники с автоматами, то, что есть какие-то барьеры и стены, какая-то колючая проволока, какой-то голод, какое-то бесправие. Эти аспекты начинают переноситься с метафоры каторга, точнее, с источника каторга на цель – моя жизнь. И кроме того, что есть те аспекты, которые переносятся, простите мне эти слова, эксплицитно, то есть выраженно, мы понимаем, что именно эти аспекты человек целенаправленно переносит с источника на цель, с каторги на жизнь или со сна на жизнь или с цветочка на прекрасную девушку. Есть еще те аспекты, которые переносятся имплицитно, то есть неосознанно, непроявлено, в том числе для самого автора этой метафоры, для самого ее носителя даже. Например, цветочек может переносить аспекты свежести, но при этом он же может переносить аспекты хрупкости и того, что это что-то очень, ну не хрупкое, а чувствительное, его можно сломать или поранить очень легко. Или, опять же, повторюсь, что человек про каторгу говорит, исходя, ой, прошу прощения, забежал вперед, про каторгу говорит, исходя из тяжелой нагрузки, но когда человек начал с того, что моя жизнь – это каторга, он начинает имплицитно переносить, что какие-то другие люди, внешний локус контроля у человека появляется, что другие люди накладывают на меня какие-то обязательства, которые я делать не хочу. И сама эта метафора «моя жизнь – это каторга» начинает порождать движение клиента в сторону, например, ухудшения его состояния. Хотя сам клиент это не понимает, и он это не делает эксплицитно, он не делает это осознанно для себя, но эти аспекты начинают отражаться на том, каким образом клиент интерпретирует свой собственный опыт. Надеюсь, я понятно объясняю. Если непонятно, пожалуйста, напишите в чате, потому что это важная история. Это, наверное, как теоретическая часть, вот это основная на сегодня. Дальше еще поговорим о практических аспектах. Но это основная теоретическая история, что есть цель, есть источник, есть некие признаки, аспекты. И эти аспекты, есть ключевые признаки, по которым происходит сравнение источника и метафоры, источника и цели, прошу прощения. Есть те, которые сам автор метафоры осознает, и есть те, которые он не осознает, но которые все равно способствуют интерпретации его опыта через эти аспекты источника метафоры. И, наконец, последний очень важный момент, в котором мы должны рассматривать структуру метафоры, это контекст, в котором метафоры используются. Точнее, вообще говоря, контекст, в котором находится автор метафоры. Мы должны понимать, что то, что является понятной метафорой для представителей одной культуры может быть абсолютно непонятной метафорой для представителей другой культуры. Причем мы здесь можем говорить о каких-то субкультурах профессиональных, о субкультуре заключенных, о субкультурах подростковых и так далее. То есть вплоть до каких-то индивидуальных, прошу прощения, локальных каких-то небольших сообществ. Или вот пример с моей дочерью, для которой облака были как сыр, здесь нужно осознавать контекст, что она в основном видит только творожный сыр. И вот без этого контекста метафора не полна, ну или не вполне ясна. Она является такой мертвой, она не вызывает эмоций. Но когда ты знаешь, что речь идет про творожный сыр, то там эта метафора может быть чуть более интересной. Очень яркий пример, который приводит, прошу прощения, в своих YouTube-лекциях Александр Филоненко. Это такой философ, мыслитель современный. Если вы не знакомы с Филоненко, и вас интересует теория культуры, и в том числе там у него есть некоторые богословские размышления, современные, очень интересные. Ну, в общем, рекомендую тем, кто любит послушать умного человека, лекция Александра Филоненко – это просто маст. Если вы еще с ними не знакомы, то категорически рекомендую познакомиться. У него, соответственно, есть две лекции «Метафора и мышление» в YouTube. Можете прямо там найти по названию. Ссылка тоже есть в презентации. Он приводит пример «Душа – это ласточка» у древних греков. Древние греки называли душу ласточкой. И это многократно запротоколировано. Возникает вопрос для нас. Почему ласточка? Почему не сорока? Почему не воробей? Почему не голубь? У них не орел, в конце концов. Почему душа – это ласточка? То, что птица – окей, мы как-то понимаем. Какой-то там взлет, опять же, аналогия с то, что что-то духовное – это что-то высокое. Опять у нас ориентационные метафоры возникают. Почему ласточка? И вообще ответ на этот вопрос знают только довольно глубоко разбирающиеся в древнегреческой культуре исследователи. И вот женщина, его знакомая, которая задавалась этим вопросом, она внезапно обнаружила ответ не в трудах по Древней Греции. Она обнаружила ответ в орнитологическом справочнике, где она прочитала, что у береговых ласточек, которых имели древние греки, есть такая особенность аэродинамики. Они не могут взлететь с ровной поверхности. Именно поэтому береговые ласточки селятся на откосах берегов, на высоких берегах, копая там свои у ласточек от не норы, гнезда продолговатые. В общем, ласточки перед тем, как куда-то приземлиться или сесть, остановить свой полет, они должны понять, как они будут оттуда взлетать. А для того, чтобы оттуда взлететь, они должны сначала прыгнуть вниз и, собственно, аэродинамически набрать скорость для того, чтобы перейти в полет. Ласточка, которая садится на ровную поляну, умирает, потому что она не может взлететь. И вот здесь тогда метафора души, как ласточки, начинает расцветать совершенно другими интересными красками. Что полет души может быть высоким, но если этой душе нужен отдых, то после этого, для того, чтобы взлететь, придется немного упасть. И потом, только после этого небольшого падения, снова набрать высоту. То есть там возникает очень много разных смыслов. И это яркий пример того, что контекст имеет значение. И я вам об этом рассказываю не с теоретической точки зрения. Сейчас я объясню, зачем я вам про это говорю. Еще один важный момент, на который я хочу обратить внимание, что, опять же, если вы сегодня пришли, наверняка вы, придя сюда, думали о метафоре. Очень много было вопросов техника метафор, как нарабатывать метафоры, техники-техники, наработка-наработка. Возникает такое представление, что метафора – это представление о некоторых объектах, которые можно сравнить между собой или что-то чем-то назвать так, чтобы это как-то качественно повлияло на клиента. Но мышление само по себе, оно когнитивно, но не обязательно вербально. Я надеюсь, что вы это понимаете, что когниция не обязательно имеет некое точное вербальное соответствие. Когда мы задаем человеку, какая у тебя автоматическая мысль появилась, далеко не факт, что у человека именно эта автоматическая мысль была в том моменте, о котором человек сообщает нам в СМЭРе. Человек воспроизводит свое эмоциональное состояние. Это эмоциональное состояние человек воспроизводит, каким смыслом было запущено, никакими словами, никаким знаком. Его эмоциональная реакция была запущена смыслом. А уже вербализация – это то, что он осуществляет при вас или, возможно, потом, когда он рефлексирует прошедший опыт и ведет дневник самостоятельно. Иногда эта вербализация может быть более-менее устойчивой, если человек уже довольно много наруминировал этими словами про себя, что я опять бездарь, у меня все валится из рук, у меня ничего не получится, меня не полюбят или что-нибудь такое. Если человек много про себя проговаривал, что довольно свойственно людям, которые имеют сильное рациональное мышление, отделяясь от эмоций, то, собственно, да, логично, что, наверное, эта когниция довольно сильно привязана к конкретному вербальному выражению. Но когда перед вами сидит клиент, он выражает отдельные элементы своей очень сложной, очень тесно связанной друг с другом набором метафор, которые он формировал на протяжении всей жизни, когнитивной сети. И вот у него там прям нарния в голове. Это тоже метафора. И в этой нарнии у него появляются некоторые мысленные образы, которые могут более-менее легко вербализироваться. Иногда вы задаете вопрос, да, и человек задумался. Когда человек задумался, это не обязательно, что у него там происходит некое логическое размышление. Там не обязательно идет прям такой анализ, синтез, ну вот то, что мы привыкли к логическому аппарату относить. Человек буквально, ну и вы по себе это знаете, вы пытаетесь помочь проявиться какому-то ответу. То есть да, там есть логические какие-то элементы в этом, да, есть какие-то вербальные элементы. Но вот такой ответ порождается каким-то другим образом. И, собственно, порождается он на когнитивном уровне, но когниция – это не слово. Когниция – это смысл. И образы как раз-таки связаны со смыслами не менее напрямую, чем слова. И поэтому есть такое представление, что когнитивно-поведенческая терапия и коучинг – это то, что завязано на конкретные фразы, да, конкретные формулировки. Да, у нас вот есть, собственно, когнитивная концептуализация или когнитивная концептуализация, основанная на сильных сторонах. У нас есть глубинные убеждения, которые имеют конкретные такие ярлыки, да, такие там «меня не полюбят» или «я беспомощен» или что-то еще такое. Но, надеюсь, что многие из вас знают о том, что когнитивная терапия не просто не чурается, но она довольно сильно опирается, особенно в работе с некоторыми нозологиями, и на иммагинативные техники. То есть техники работы с образом. И более того, существует даже, вот, например, кстати, если кто-то думал, что это у меня картинка за спиной, нет, это не картинка, это настоящие книги. И вот такая вот есть книжка, да, «Когнитивно-поведенческая арт-терапия». Может казаться, что это оксюмарон, а нет. Оказывается, что когда мы работаем с образами и с телесным опытом непосредственным, да, что в арт-терапии, собственно, производится, мы точно так же через это работаем с когнициями. Но мы это делаем на другом уровне. То есть это не те когниции, которые прямо сейчас могут быть выражены словами, но это все равно когниции, потому что это некий образ указывает на некий смысл. Мы можем довольно активно использовать, и это происходит в схемотерапии, да, в транзактном анализе, который, конечно, к когнитивной терапии не относится, но тем не менее, да, некие образы частей. И это не шаманство, да, это не какая-то лженаука, это образы, которые тоже имеют когнитивный компонент. Они помогают нам вынести на поверхность нашего сознания, на то, что мы можем воспринять в качестве какой-то такой воображаемой картинки перед нашими глазами во внутреннем взоре, те или иные аспекты реальности. Мы их воспринимаем через образ. И образ ничем не хуже для концептуализации, чем конкретные слова. Поэтому, ну вот, например, я сейчас сфокусировался последние полгода исключительно на КПТСР, в терапии, я имею в виду, да, в частной практике, с клиентами, которым психиатр диагностирует комплексное посттравматическое стрессовое расстройство вследствие негативного детского опыта. И у этих людей очень часто этот негативный, травматичный, повторяющийся опыт физического насилия, пренебрежения, сексуализированного насилия довербален. И некоторые паттерны поведения, которые сформировались как защитная реакция на эти постоянные стрессовые события, их непредсказуемость, не могут быть ими вербализованы. 70% клиентов, с которыми я работаю, говорили мне в той или иной форме такую фразу, я все понимаю умом, я все вижу. Я вижу все проекции, я вижу, как у меня возникает флешбек, я вижу, что это вот там те реакции, я знаю, каким образом они устроены, я знаю свои глубинные убеждения, я могу себя спаривать на всех уровнях этих глубинных убеждений, но это все равно происходит со мной. У меня все равно происходят флешбеки. Или я все равно верю в самокритику, когда у меня недостаточно ресурсов или ситуация триггерная возникает. Происходит это не потому, что у людей проблемы с вербализацией смыслов. Вот ответ, Юрий, на ваш вопрос, как работать с травматическим опытом, который получим в раннем младенчестве и не может быть вспомнено осознанно, через образ. И та же самая когнитивная модель не противоречит образной работе с такими клиентами. Эмоционально-образная терапия – это наша российская разработка. Я, к сожалению, не знаю, я не специалист, я не проходил обучение в этой сфере, поэтому я не знаю, базируются ли они на когнитивной модели. В целом, если какие-то, вспоминаем, когнитивная терапия – это все, что работает. Если техники и подходы эмоциональным образом терапии могут быть приземлены на когнитивную модель, на генеративную когнитивную модель БЭКа в частности, то тогда эти техники однозначно имеют смысл использовать. Но мы работаем с КПТСР в когнитивно-поведенческой терапии. Просто мы работаем по-другому, потому что смыслы у ребенка были сформированы, но они не могут быть вербализованы. И это нормально. И с этим тоже важно уметь работать. Кто кашляет, пожалуйста, перестаньте делать это микрофон. Так, сейчас я отключу, отключил. Это все я к чему говорю. К тому, что если наше мышление основано на метафорах, то и наши образы, они тоже часто носят некий метафорический формат. И я не призываю восстановиться здесь юнгианским психоаналитиком или заниматься толкованием сновидений. А, кстати, я надеюсь, что вы понимаете, что в когнитивной терапии можно работать и с содержанием сновидений в том числе. Если вы сомневаетесь в этом, то снова, в общем, по крайней мере, закину вам удочку. У меня были хорошие результаты, когда мы работали со снами. А это, кстати, тоже ответ на вопрос Юрия насчет того, как работать с неосознанным травматическим опытом. Он проигрывается во снах очень часто. Но давайте вернемся к метафорам. На этом я сейчас не буду останавливаться, просто во время не вложимся. Пожалуйста, посмотрите лекцию Филоненко, кому это интересно. Он приводит очень классную метафору по поводу диафоры и эпифоры, как лука, где мы сначала создаем некое напряжение противопоставлением цели и источника. Но там еще в любой метафоре есть как раз некое разрешение вот этого натяжения. В смысле натяжение как нарастание не конфликта, а вот именно этого натяжения, некой энергии у лука, стрелы. И потом, когда мы натягиваем тетиву и отпускаем ее, происходит разрешение этого напряжения. Как это по-другому сказать? Не ослабление, а именно выброс этой энергии. И стрела летит в цель. И эпифора, вот эта стертая метафора, то есть диафора – это очень резкая метафора, которая растягивает некое когнитивное напряжение. А эпифора внутри метафоры – это то, что посылает ее точно в цель. И как раз качественная метафора опирается не только на сопоставление несопоставимого. Качественная метафора, живая, которая трогает нас, которая становится плодотворной, которая дает какие-то поворотные мысли, какие-то инсайты, должна кроме напряжения диафоры еще иметь хорошую эпифору. быть нацеленной в какую-то цель, которая попадает прямо туда. И, собственно, диафорах, эпифорах и всей этой истории мы с вами тоже поговорим на нашем семинаре с пяти занятий. Что еще важно, о чем мы будем много говорить? Что те метафоры, с которыми мы работаем внутри наших сеансов, я разделяю на два типа. Первое – это метафоры, которые мы приносим клиенту. И есть метафоры, которые клиент приносит в терапевтический или в коучинговый процесс. И важно уметь работать с обеими типами метафор по происхождению. У нас отдельное занятие посвящено метафорам специалиста, а отдельное занятие посвящено метафорам клиента. Метафора специалиста – это то, что используем мы с вами. И я подробно на этом сегодня не остановлюсь. Но для тех, кто хочет конкретных метафор, конкретных техник, я вам категорически рекомендую. Снова там был вопрос, метафоры это или нет. Категорически рекомендую. Это, скорее всего, какой-то другой троп, не метафорический. Я думаю, что нужно спросить лингвистов. Две книжки вышли в 2021 году. Переводные. Оксфордское руководство метафоры в когнитивно-поведенческой терапии и метафоры в терапии принятия и ответственности. Это раз и два. Это вот две такие книжки. Даже правильнее будет так их показать. Вот это Оксфордское руководство. Вот оно вот такой толщины и относительно небольшой. И это метафоры в терапии принятия и ответственности. Что здесь сделано? Здесь умные люди, ну, в Оксфордском руководстве, там Ричард Стодд, Пол Солковский, довольно известный психолог и ученый из то ли Оксфорда, то ли Кемприджа. Ну, в общем, серьезные люди собрались и сделали некий список метафор, которые можно использовать на разных этапах соответствующего терапевтического подхода. То есть прям какие метафоры я могу использовать для психологии, психообразования, какие метафоры я могу использовать, когда я помогаю человеку, не знаю, вести дневник, какие метафоры я использую в ходе концептуализации, какие метафоры я использую для того, чтобы помогать человеку развивать толерантность к фрустрации, какие метафоры я использую для оспаривания тех или иных негативных убеждений о себе. Вот если вы хотели конкретных техник и так далее, то берите их. Сергей отвечает, да, они актуальны для нашей культуры. То есть они вполне себе работают, берите, там довольно много полезного. Поэтому нет смысла тратить время вебинара на то, чтобы зачитывать вам метафоры из книжки. Просто берете книжку и по книжке подбираете то, что вам подходит лучше. Кроме того, подготовленными метафорами, тоже я этого коснусь, мы с вами обмениваемся на интервизиях, на форумах, когда общаемся друг с другом, рассказываем про какие-то кейсы. Да, вот классная метафора сработала. То есть подготовленная метафора – это то, что мы нарабатываем как наш арсенал для использования в тех или иных моментах конкретных терапевтических случаев, в том числе в конкретных мозологиях, с конкретными типами клиентов и так далее. У меня, например, в работе с КПТСР, давайте как пример просто приведу, какая возникла подготовленная метафора. У нас, кстати, подготовленные метафоры обычно рождаются из спонтанных. Спонтанные – это те, которые один раз приходят нам в голову, когда мы пытаемся в потоке клиента что-то объяснить. И вдруг оказывается случайно, что эпифора, это нацеливание лука метафорического оказалось очень точным. Мы использовали эту метафору и увидели, как она попала в клиента. Прям заметно. И она оказалась достаточно плодотворной. Она оказалась плодотворной для обсуждения каких-то нюансов, для наработки техник, для проведения поведенческих экспериментов. Кстати, там тоже в этих книжках описано, какие метафоры можно использовать для проведения поведенческих экспериментов. И для их планирования. Так вот, в случае с КПТСР, там один из фокусов терапии – это когнитивное расцепление. Это сам термин из терапии принятия ответственности, но тем не менее это очень важная история. Там у человека очень сильное слияние с самокритикой, с внутренней критикой. И стоит очень важная задача – когнитивно расцепиться. И в качестве метафоры я привел стадион, что внутри нас есть стадион спортивный. И нам кажется, что никакого стадиона нет, а все, что происходит в голове, происходит со мной. И я предлагаю человеку представить сначала стадион, на котором сидит этот человек-клиент, и при этом есть его критикующая часть, которую мы учимся сначала научиться определять. Ну, что именно это является критичным высказанием. Что у меня это никогда не получится, я плохая дочь, я отвратительный специалист, я самозванец, все вокруг умные. Ну, разные виды критики. Мы сначала учимся их определять рационально, и только после этого предлагается метафора, что вот ты сидишь на стадионе, а твоя критикующая часть, вот это вот, то, что продуцирует критические мысли о самом себе, это некий человек, который может подойти в кабину комментатора и что-то сказать в микрофон, и раздается голос на стадионе. Причем это такой хитрый микрофон, там, может быть, качество не очень хорошее, но мы, в общем, кто бы ни подходил к этому микрофону, мы слышим один и тот же голос. И нам кажется, что это вот наш голос, то есть наши мысли являются истинными. Но к этому микрофону могут подходить разные части, и здесь мы можем провести поведенческий эксперимент. Как это бывает, когда в микрофон говорит моя поддерживающая часть, которая говорит, что у меня хорошо получилось сделать вот этот маленький шаг, там в поведенческой активации, если у человека депрессия, например, что я молодец там потому-то и потому-то. И предлагаю почувствовать, когда к микрофону подходит внутренний критик. И в этот момент человек научается видеть, что то, что он принимал настоящим голосом в своей голове, своим, единственным, действительно у него есть оттенки, и что как будто бы действительно разные элементы запускают этот голос. Ну, сама метафора является нейрофизиологически обоснованной, потому что одни и те же зоны брака, верники и некоторые другие зоны мозга, которые отвечают за вербализацию и за речевое выражение тех или иных понятий, они одни и те же и для когниции, которые связаны с критикой, и для когниции, которые связаны с поддержкой себя или с какими-то нейтральными обсуждениями себя самого. Вот, это просто пример спонтанной метафоры, которая у меня однажды произошла. Я стал ее активно использовать с другими клиентами, увидел, что с ними она тоже хорошо работает. Для тех, у кого с когнитивным расцеплением не сразу получается хорошо, по классическим техникам семантического присущения там и некоторым еще. Вот, соответственно, отсылаю вас к книжкам двум, они тоже есть в списке литературы. И есть третья полезная книга, которая нам нужна для того, чтобы лучше научиться работать со спонтанными метафорами. Сейчас, секунду, я думаю. Тоже вышла в 2021 году, Николас Торники. Она не когнитивно-поведенческая, но она не противоречит когнитивной модели, поэтому можете и пользоваться. Полезное вещь хозяйства. Метафоры в практике психотерапевта. Применение лингвистики в психотерапии. Хороший, полезный труд. Там Торники как раз тоже опирается на Лакофа Джонсона. Он рассказывает о структуре метафоры. Если что-то вам захочется освежить из нашей сегодняшней встречи, и вы не придете на семинар, то вот, пожалуйста, Торники купите. Тоже обязательно рекомендую прочтение. Он говорит о том, как конструировать метафору. Это ответ на вопрос, как правильно использовать или применять метафоры. Торники говорит, что мы можем осваивать навык, и это очень важно. Действительно, если мы обращаем на это внимание, если мы понимаем структуру метафоры, что такое цель, источник, переносимые аспекты, то Торники говорит о том, что хорошая метафора эффективна. Это та, которая применяется в нужное время. Она соответствует целям терапевтического процесса. И целью метафоры являются какие-то значимые для личности пациента феномены или события. То есть это может быть его жизнь, это может быть улучшение его состояния, это может быть его отношение к себе, это может быть его самочувствие, какие-то его поступки, его ценности и так далее. То есть целью метафоры должно быть что-то, что клиента живо интересует. То есть когда мы определяем, например, в когнитивной терапии ориентированное восстановление, что было бы важным для клиента на следующей неделе сделать и помогаем ему построить план действий, чтобы именно это клиент сделал, то вот как раз здорово, когда целью метафоры являются какие-то, ну не то, что эти шаги из плана действий, но какие-то вещи, которые могли бы ему помогать. Его образ себя, его нацеленность на результаты и так далее. При этом источник метафоры должен быть взятым с потолка, да, вот там должны быть какие-то грамотно переносимые, вот эти эксплицитно переносимые аспекты, да, то есть то, что в нее закладывает автор метафоры, терапевт или коуч. В данном случае со стадионом эта метафора, она имеет, она отвечает существенным особенностям цели. То есть она помогает человеку сформировать некую модель своего сознания на каких-то повседневно знакомых предметах, но при этом, которая соответствует до некоторой степени нейрофизиологии процессов, которые происходят у человека в момент когнитивного слияния. И вот третий важный момент, да, что источник метафоры должен иметь какое-то свойство, которое проявляется в нем сильнее, чем в цели метафоры. И в данном случае, в моем примере, да, этим свойством или функцией является отдельность человека, который сидит на трибуне стадиона и слышит голос, отдельность этого человека от того, кто говорит микрофон. При том, что мы прекрасно понимаем, что часть – это только абстрактный способ формирования, моделирования своей собственной внутренней мыслительной деятельности в голове клиента, но тем не менее это имеет значимый терапевтический эффект. И метафоры клиента. Это последнее, на чем я кратко остановлюсь, и на этом сегодня будем заканчивать. Да, мы планировали полтора часа, но вот я вас точно отпущу не позднее, без пятнадцати. Если кто-то захочет остаться, еще позадавать вопросы, чтобы я на них поотвечал, то мы можем задержаться на эти пятнадцать минут. Давайте пока, чтобы вы не читали слайд, я резюмирую то, о чем мы поговорили до этого, что опираясь на современную когнитивистскую модель, опять же, такую антропоцентричную, социокультурно обусловленную, то есть что мы проходим это в ходе обучения опыта взаимодействия с другими людьми и с культурно созданными объектами, концепциями и тому подобное. Значит, исходя из этой модели, оказывается, что большая часть вообще того, как мы думаем, формируется метафорически. Пока что это просто слова, но поверьте, как только вы прочитаете Лакофа Джонсон и просто начнете обращать внимание, или просто после сегодняшнего семинара начнете обращать внимание, насколько много метафор вы используете в повседневной жизни и слышите в повседневной жизни, для вас это будет некоторым открытием, я обещаю. Для меня это было большим открытием, но, пожалуйста, проверьте это на себе, не верьте мне на слово. Получается, что клиент тоже в ходе сессии выгружает большое количество метафор, просто большое. Если вы возьмете какие-нибудь ваши видеозаписи, которые вы делали с клиентами для супервизии, для интервизии, пересмотрите их еще раз и попробуйте просто посчитать количество метафор, которые использовал клиент. как эпифер, так и диафора, то есть как скрытых, таких смытых, размытых, так и довольно ярких и резких. Вы обнаружите, что клиент за сессию в речевой продукции отражает довольно большое количество метафор, которые он использовал, еще раз повторюсь, воспринимая метафоры не как фигуру речи, а именно как часть мыслительного процесса когнитивной обработки, интерпретации и когнитивной реструктуризации своего состояния. То есть для нас с вами важно понимать, что когда мы используем метафоры, мы занимаемся ничем иным, как когнитивной реструктуризацией. Это часть вот этого направления нашей деятельности. Можно говорить об использовании метафоры в концептуализации, в том числе в книгах на эту тему тоже, в общем-то, читайте, написано. Но для меня, поскольку мы говорим о таком именно когнитивном сложном процессе, это история, хотя ладно, давайте, что уж я замахиваюсь, это и средства концептуализации тоже. То есть и там, и в концептуализации, и в реструктуризации играет очень важную роль. Соответственно, клиент выгружает много метафоров. Какие компетенциями мы должны обладать для того, чтобы с этим эффективно работать? Во-первых, мы должны уметь распознавать метафоры в речи. И в своей, и в речи клиента. То есть сам факт того, что это сейчас метафора. Второе. Мы должны научиться проявлять клиенту, привносить в наш с клиентом диалог, что это сейчас была метафора с определенной целью. Это выявление. То есть распознание. Мы поняли, что это метафора. Выявление, проявление. Это когда мы вынесли это в поле нашего диалога. Терапевтического или коучингового. Уже сам факт вынесения метафоры, метафоричности метафоры, вынесение этой метакогниции в диалог должно иметь какую-то важную цель. То есть это не просто так. Например, когда человек говорит о том, что он чувствует себя запертым в клетке, то это может вынесение этой метафоры, что слушай, это метафора же сейчас. Ты же, ты что, здесь можно использовать абсурдистский юмор, да? Ага, а расскажите, пожалуйста, из какого материала сделана эта клетка и какая толщина прутьев? Они вот такие или чуть поменьше? Я просто что-то не вижу. Я смотрю на вас в камеру и не вижу прутья. Расскажите, какие они? Это может быть способом оспаривания, это может быть способом проявления необоснованности этой метафоры, это может быть шагом в сократическом диалоге и в совместном исследовании. Это может быть элементом включения образных техник в терапию. То есть здесь есть большое количество разных целей. Вот, собственно, здесь я уже перешел ко второму типу, да, компетенции. Это осознанное внесение и также не внесение метафор в диалог. Когда вы будете просматривать свои видеозаписи, вы можете также обнаружить, что вы также использовали большое количество метафор, хотя не осознавали этого. И тем самым вы структурировали некоторым образом мышление вашего визави, вашего клиента, фокусируя внимание на каких-то аспектах, которые вы могли не осознавать. Например, когда вы говорите про терапию, как про путь, допустим, выздоровления. Я надеюсь, вы понимаете, что путь – это метафора. Ни по какой дороге, ни какими ногами человек не идет. И когда вы говорите о шагах, о изменениях позитивных, о небольшом отдыхе на этом пути, о том, что иногда мы откатываемся назад, это все метафоры. И эта метафора пути может порождать некие имплицитные аспекты, которые переносятся с источника путь на цель, терапевтический процесс, о которых вы можете не иметь представления, но которые могут довольно сильно форматировать представление клиента о том, что происходит в терапии. Например, он может себе представлять путь как некое очень четко прочерченное путешествие с точки А в точку Б, и на этом пути нет шага ни влево, ни вправо. То есть нужно пройти именно той дорогой, которая обозначена на карте. Например, протокол. Или вы можете это таким образом интерпретировать. А до клиента слово «путь» может означать какое-то свободное исследовательское течение. То есть когда я лег в реку на каноэ, и она меня куда-то несет. Это же я тоже какой-то путь прохожу. И может быть, вот эти имплицитные аспекты метафоры у вас вообще говоря не соотносятся с клиентом. И поэтому со внесением метафор тоже полезно быть осторожным или довольно четко пояснять, эксплицитно, что именно вы имеете в виду. Иногда вы можете обнаружить, что метафоры, которые вы используете относительно самого терапевтического процесса, становятся для клиента ограничивающими. Например, он осознает, что если возникает какое-то препятствие на пути, а это снова метафора, как вы понимаете, его нельзя обойти, его нужно пробивать. Но оказывается, что существуют какие-то обходные пути, например, и клиент может не иметь об этом какого-то представления. И здесь вы можете, наоборот, использовать в плюс эту метафору, развивая ее, говоря о том, что здесь может быть некий обходной маневр. Если человек представляет себе путь как строгое путешествие от вехи до вехи, то как раз вы здесь можете привнести наоборот аспект некого исследования и поиска дороги, как некий первопроходец в какой-нибудь пустыне или на Северном полюсе. Здесь есть огромное пространство для этой работы. И тем самым я уже перешел к следующим четырем пунктам, которые вы уже прочитали. Это деконструкция метафоры, то есть осознание, собственно, какова цель, каков источник, каковы аспекты метафоры, имплицитные, эксплицитные. Это развитие метафоры, то есть это привнесение все новых и новых аспектов в уже имеющийся контекст, источник и цель метафоры. То есть как раз я сейчас сказал, мы сказали о пути терапевтическом. И здесь мы начинаем привносить все новые и новые какие-то элементы обсуждения, аналогии, которые мы приводим внутри этой метафоры. Деконструкция – это понять, какие есть уже перенесенные аспекты, какие есть аспекты, которые еще можно переносить. И какие есть аспекты цели метафоры, которые более ярко или более функционально проявляются в источнике метафоры. Это история про деконструкцию. Соответственно, развитие метафоры клиента – это когда клиент что-нибудь сказал про то, что моя жизнь – это клетка, и мы начинаем развивать тему, кто эту клетку создал, есть ли в этой клетке какие-то дверцы, можно ли протиснуться между прутьями. Вот это все – это работа в той же метафоре, но с привнесением каких-то новых аспектов из источников цели. И кроме того, очень важно на этих же примерах, там, каторги или клетки, мы эти метафоры можем и оспаривать. То есть говорить о том, что посмотри, вот ты эксплицитно перенес одну часть метафоры, конечно, пожалуйста, не говорите такими словами с вашими клиентами. Это я сейчас с вами говорю на профессиональном языке, с клиентами мы по-другому разговариваем. Но что вот ты перенес вот эти аспекты, а смотри, если на самом деле какая-то клетка тебя физически что-то ограничивает, ты действительно прикован цепью к полу и не можешь выйти из этого, действительно у тебя нет выбора в конкретной ситуации. И это позволяет метафору оспорить, если мы смогли ее адекватно деконструировать и помочь клиенту ее тоже деконструировать. И переворот метафор – это что-то в сторону как раз терапии, юмора или абсурда, гиперболизации, когда мы можем в метафоре найти какие-то аспекты, которые ее могут перевернуть для человека на 180 градусов, с ног на голову перевернуть. И это может тоже быть сильным, достаточно сильным терапевтическим инструментом. Об этом, обо всем мы разговариваем на третьем занятии семинара, который посвящен метафорам клиента. И последний важный момент, на котором я очень хочу заставить ваше внимание, мы с вами прекрасно знаем, что 30% по разным исследованиям эффективности как терапии, так и коучингового процесса основываются на терапевтических отношениях. Об этом написано во всех руководствах по КПТ. Тот же Николас Торнике как раз в книжке, которую я вам показал, подметил, что основываясь на исследованиях, да, вот, точно, я вспомнил, что я здесь хотел сказать в переходе к этому слайду. Исследования, использования метафор и эффективности метафор, к сожалению, довольно бедны на сегодняшний день, потому что довольно сложно сформировать какие-то конкретные именно исследовательские протоколы для того, чтобы можно было эти исследования проводить. Те исследования, которые есть на сегодняшний день, имеют скорее более описательный характер, то есть они анализируют какие-то спонтанные сессии, спонтанные метафоры или даже подготовленные метафоры, которые были использованы в сессиях, но проблема в том, что мы не можем сказать, какой вклад конкретная интервенция дала в конечный результат. То есть мы можем засвидетельствовать, что у человека был инсайт, но что это дало для результата, мы не можем сравнить, мы не можем взять две копии одного и того же человека, с одним провести сессию с этой интервенцией, а с другим сессию без этой интервенции, сравнить результат. Поэтому получается довольно трудно. И, по крайней мере, что эти исследования показывают, скажем так, это еще не доказанная история, но есть, в общем, склоняя чашу весов в эту сторону, что значение в терапевтическом диалоге имеет не то, сколько метафор было использовано, то есть у вас нет задачи бомбардировать клиента метафорами, а именно взаимное сотрудничество между терапевтом и пациентом, выстраивание отношений между теми понятиями, которые имеют высокую ценность для клиента, для пациента. Снова это подтверждает наше теоретическое воззрение, что метафора – это процесс, и поэтому, когда вы осуществляете когнитивное вмешательство, когнитивную терапию, когнитивно-поеденческий коучинг, вы помогаете вашему клиенту проживать определенный когнитивный, эмоциональный процесс и интерпретировать полученные результаты. И здесь наибольшую эффективность имеют те процессы, которые строятся на базе взаимного творчества и взаимного сотрудничества с клиентом. Поэтому умение работать с метафорами клиента, с моей точки зрения, и это в некотором роде искусство, которое постоянно приходится развивать, умение работать с метафорами клиента является более важным, чем наработка конкретного пула подготовленных метафор. Хотя, конечно, хорошо сработавшая, как я приводил пример, спонтанная метафора, ну почему бы не взять ее в свой арсенал. И, наконец, я закончу словами теоретическую часть сегодняшнюю, закончу словами Аарона Бека в предисловии как раз к оксфордскому руководству, которое он показывал, что еще на начальном этапе развития когнитивной терапии, то есть еще на этапе книги по когнитивной терапии и депрессии, он отметил силу метафоры в формировании способности поддерживать полезные альтернативные способы мышления, если начинать с метафоры, которую использует сам клиент. Это еще одно указание на то, что навык и искусство работы с клиентскими метафорами является одним из важнейших, из ключевых. И поэтому эффективность для клиента, его удовлетворенность в терапии, один какой-то вклад в это уж точно вносит, то, насколько вы совершенствуетесь в том, чтобы деконструировать метафоры, их развивать, оспаривать, разворачивать и делать с ними все, что вам заблагорассудится. О чистом языке, Сергей, мы говорим на четвертом семинаре обязательно, потому что это как раз ключевая история, которая помогает нам не вносить метафоры и распознавать метафоры в диалоге с клиентами. То есть мы прямо отдельное занятие этому посвящаем. Если говорить о том, как вам развивать компетенции, то вот вы можете это прочитать, не буду зачитывать слайд. Если вам нужны конкретные техники для конкретных этапов терапии, я вас отсылаю к литературе, которую я вам сегодня назвал. То есть книжка стоит порядка 2-2,5 тысяч рублей, наверное, инвестируйте. Не буду агитировать вас скачивать в интернете, хотя там и есть цифровые копии. Покупайте книгу и по ней забирайте себе потихоньку это в арсенал. С точки зрения развития навыка работы со спонтанными метафорами, как своими, так и клиентскими, читаете книжку Лакова-Джонсона, начинаете замечать свои собственные метафоры, начинаете отсматривать интервизии, супервизии, сессии записанные, начинаете отмечать метафоры клиентов. В общем, развивайте насмотренность. В общем-то, из насмотренности будет расти и ваша компетенция в более четком использовании спонтанных метафор. Очень важный совет, рекомендация – опираться на общий с клиентом опыт. Например, если на диагностической сессии выясняется, что ваш клиент любит рыбалку, и вы любите рыбалку, или что вообще идеально, ваш клиент любит театр, и вы любите театр. Театр – это просто обалденно. Когда люди любят театр, очень здорово… Так, книгам коллеги сейчас в конце я покажу вам список литературы, не волнуйтесь, и есть в слайдах. Так вот, если вам клиент озвучил, что ему нравится театр или кино, это плодотворнейший контекст для формирования метафорики в терапии и в коучинге. Просто невероятно огромный. Либо если вы обнаруживаете, что клиент увлекается автомобилями или техникой, и вы тоже увлекаетесь автомобилями и техникой, то вы можете использовать метафоры на этом уровне. Если клиент увлекается экологией или садоводством, и вы тоже в этом что-то понимаете, вы можете использовать эти метафоры. И это будет очень здорово и более эффективно, чем использование метафор из вашего контекста, который клиент не разделяет. И интересный момент, который я сам обнаружил, некоторые психологи, с которыми я общаюсь у нас в России, осознанным или неосознанным образом начинают сегментироваться по некоторым типам клиентов, у которых тоже есть некий сходный опыт. Например, есть один психолог, который очень любит всякие разные онлайн-игры многопользовательские. Ну, не World of Tanks, а всякие ролевые в том числе. Ну, в общем, любит игры. И очень классно общается с людьми, которые тоже любят игры. Потому что на примерах игровой коммуникации в онлайн-битвах и прочих всяких историях очень многое можно пояснить в русле когнитивно-поведенческого подхода. По-моему, совершенно блестящая история. Вот я ни черта не понимаю в онлайн-играх, поэтому просто моя эффективность с точки зрения использования метафорики с этим клиентом, который постоянно там зависает, она будет не очень высокой. Мне придется использовать, например, какие-то компьютерные метафоры, возможно, если клиент интересуется компьютерной техникой. Вот. Это, в общем, как-то советы, которые я могу дать сегодня. Следующий шаг вы также можете сделать на семинарах, на семинаре, который будет состоять из пяти занятий. Мы стартуем 5 октября. Он будет проходить по вечерам. Это среда, по-моему, если мне память не изменяет. Поправьте меня в чате, если это не среда. В общем, 5, 12, 19, 26 и 2 ноября. Занятия будут проходить с 6 до 8 по Москве. На них мы будем одинаковым образом строить наши с вами многоголосые диалоги. Разбираться чуть более подробно в теоретической части. Отвечать, опять же, на те вопросы, которые будут. Досконально разбирать эту историю. Мы с вами будем нарабатывать практику в тройках по распознаванию эмоций, по развитию метафор, по развитию метафор. В общем, в основном мы будем работать с метафорами клиента и спонтанными метафорами. Это тоже важно понять. Мы не будем с вами зачитывать и натренировывать две книжки. Я считаю, что с этим вы способны справиться сами. Если вы хотите практиковать это как ремесло и как искусство порождения метафор, как когнитивных процессов в голове клиента, с целью делать вашу терапию более эффективной, вот это для вас тогда. То, чем мы будем заниматься. И будут домашки для того, чтобы между занятиями вы тоже могли практиковаться. Ссылку вы можете найти на регистрацию, на семинар, соответственно, в слайдах. Кроме того, я надеюсь, что, может быть, наши администраторы, если кто-то сейчас есть в чате, сбросят в чат ссылку на регистрацию, на семинар. В общем, вот что хотел сказать. Если есть какие-то вопросы по самому семинару, то, пожалуйста, тоже его задавайте. Спасибо, Богдан. Прошу прощения, ударение стоит Богдан. Прошу прощения. Спасибо, Богдан. С точки зрения дополнительной литературы. Вот те книги, которые я называл. Кому лень качать слайды, можете сфоткать этот слайд. Ключевая для нас книжка Лаков Джонсон, метафоры, которыми мы живем. Для когнитивно-поведенческих терапевтов, допустим, вы заканчиваете базовый курс или учитесь на... Как он? Вторая ступень, на продвинутом. Тогда для вас точно будет полезно, потому что вы можете четко это класть на протоколы, технозологии, с которыми вы работаете сейчас. Торнике полезен уже для такого более широкого взгляда на метафору, в том числе в контексте терапевтических машин. Оксфордское руководство тоже об этом пишет довольно подробно. И если вы работаете в рамках или берете себе элементы терапии третьей волны, в частности работаете с когнитивным расцеплением, работаете с состраданием, работаете с толерантностью к фрустрации, то тогда для вас будет очень полезна книжка Стоберда Фари «Метафора в терапии. Принятие ответственности». Рекомендую. Собственно, на этом всего. И мне бы хотелось, чтобы вы поделились, что забираете с собой. Извините, пожалуйста, администратор, я вас на секундочку перебью. Я сейчас в чат отправлю ссылку на регистрацию как раз. А вот мы уже видим, уже даже отправили. И вот еще раз, да, отправили коллеги. Спасибо большое. Пожалуйста, поделитесь, что для вас было полезного. Вопросов было довольно много. На некоторые из них я отвечал по ходу дела. К сожалению, сейчас, наверное, уже по вопросам пробежаться не успею. Особенно на сложные вопросы, типа выявления квазилогики инсайтов и открытия в метафорическом мышлении. Потому что, в общем, об этом можно будет поговорить отдельно на следующем шаге нашей с вами работы. Пожалуйста, поделитесь, как вам было. Я чуть подзадержал по времени, но надеюсь, что было интересно. Если есть какие-то вопросы относительно будущего семинара или если вы хотите задать какие-то вопросы, потому что там будет происходить, или у вас есть какие-то вопросы на тему метафор, аллегорий, метонимий, синегдах, эпифор, диафор, целей, источников, аспектов, эксплицитных, имплицитных, всего того, о чем мы говорили, тоже, пожалуйста, делитесь. Словами это было бы вообще идеально. Пожалуйста, если вы выйдете в эфир или с камерой и микрофоном, или просто с микрофоном и скажете мне несколько теплых слов, мне же будет очень приятно, потому что я вот тут сижу, такой разговариваю с черными прямоугольничками, а живое слово, оно всегда приятнее. Ну, в таком случае я выйду с микрофоном. Прежде всего, спасибо за очень познавательную, интересную лекцию. И прошу прощения, что выключил определенный момент камеры, как ты не заметил этого. Для себя я вынес... Ну, самым интересным для меня была вот эта вот очевидная, как оказалось, повсеместность метафор. Ну, то есть действительно очень много чего. Я прям сел, это типа, ого, ничего себе. Вот, и действительно очень много метафор. И метафоры – это действительно поле для огромного анализа. И вот взаимопонимание на уровне метафора, оно действительно помогает выстроить рапорт с клиентом, да и вообще в повседневной жизни очень сильно помогает. И вот этот аспект... Ну, вы меня прям глаза на него открыли. Спасибо вам большое за это. Чудесно. Вот очень вот это приятно слышать, именно что какой-то произошел разворот и что вы обнаружили на себя пользу. Спасибо огромное. Есть ли у кого-то еще высказывания голосом? Здравствуйте. Попробую. Добрый вечер. Увидимся с вами обязательно на семинаре. Я уже писался. Отлично. А сегодня не могу сказать, что прям разворот произошел, но в очередной раз я утвердился в силе нашего метафорического мышления, что его очень важно не недооценивать, а активно использовать, в том числе в консультативной практике, обращать на него внимание, потому что сила потрясающего. Это все истории. Хочется дальше погружаться и изучать это. Отлично. Спасибо большое, Сергей. Ну, в общем, не буду вытаскивать тогда из вас теплые слова в свой адрес. Спасибо коллеге, что выразили, в том числе в чате довольно много благодарности звучит. Очень рад, что был вам полезен. Тогда давайте я вас буду отпускать. Видеозапись этого семинара, вебинара, точнее, прошу прощения, если вы захотите ее пересмотреть, я уверен, будет выложена на сайте Ассоциации, точнее на YouTube-канале Ассоциации. Подписывайтесь, следите за новостями. Если хотите нарабатывать практику, больше погружаться не столько в теорию, сколько в непосредственный опыт развлечения, деконструкции, использования метафор. И если вы хотите познакомиться с чистым языком, и у вас до этого не было такой возможности, приходите на наш замечательный семинар «Метафоры», который стартует 5 октября. Спасибо вам за то, что вы целых два часа своего вечернего времени посвятили повышению квалификации. Это важнейшая компетенция терапевтов и коучей. Тогда до встречи, друзья мои, в следующих открытых вебинарах и на различных курсах, которые я провожу. Также по всем вопросам, если какие-то остались, обращайтесь к менеджерам ассоциации, за которыми вы закреплены. Всего доброго, друзья. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...